МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Берете за край нашей палки флаг и вот так вот, неспеша, его протягиваете по растительству. Давайте меняемся. Я вам микрофон, а вы мне флаг. Попробую я. Провожу по траве, смотрю и нахожу двух клещей. Вот видите, у него на спинке даже есть такой вот темно-серенький щуточек. То есть это разница? Это вот и есть клещ. Ну что, моя охота на клещей оказалась удачной. Одного клеща я поймала. Яна, расскажите, а все клещи заразные? Хотелось бы отметить, что клещи переносят в основном-то две инфекции. Это клещевой энцефалит и лаймборелиоз. И в нашей области регистрируется в основном это только лаймборелиоз. Клещевого энцефалита у нас не регистрируется. Что человеку нужно делать, чтобы обезопасить себя от клещей? Существуют специальные меры профилактики, то есть меры защиты от укуса клещами. Необходимо помнить, что естественным местом обитания клещей является это все-таки лес, лесной массив. Яна, вы извините, я вас перебью. Паша, снимай. Потому что вот сейчас, собственно говоря, по-моему, мы обнаружили клеща. Еще одного, да. Поэтому необходимо помнить о мерах защиты. Это проводить регулярно самые взаимосмотры. То есть если вы направились куда-то на прогулку, на пикник в лес не один, а с компанией. Это использование защитных средств. То есть существуют специальные репелленты, которые мы можем купить с вами в аптеке. Ну и также, если это брать из бытовых, это масло гвоздики, то есть те, которые имеют такой, скажем, резкий запах для отпугивания клещей, членистоногих. А как клеща вот самому доставать или каталогу увидел сразу бежать? Бежать никуда не надо. Только если в учреждение здравоохранения, то есть в медицинское учреждение для того, чтобы вам этого клеща достали. Если, конечно, не предоставляется возможности обратиться в ближайшее медучреждение, то можно это сделать самому с помощью нитки, пинцета. И на сегодняшний день уже есть специальные приборы, которые так и продаются в аптеке. Они так и называются, как бы приборы для удаления клещей. То есть в свободном доступе их можно купить. Ну вот, охота на клеща оказалась удачной, а теперь мы пойдем исследовать этого клеща. Здесь можно сдать клеща на исследование, его зарегистрируют, а после сразу отдадут в лабораторию. Держите. Трофеи, как и полагается, на экспертизе у эпидемиологов. Результаты получим через 4 дня. Так специалисты рекомендуют поступать всем, кто нашел на себе клеща. Анализ на энцефалит и лаймборелиоз стоят 13 рублей, и все-таки этот шаг по желанию. А вот без консультации врача по месту жительства лучше не обходиться. Ради своей же безопасности. Вот и подошел к концу мой эксперимент. Только представьте, всего за час без особых стараний мы поймали 4 клеща. По дороге домой еще одного я нашла у себя на брюках. Помните, опасные кровопийцы обитают не только в лесных массивах. Поймать клеща можно и в городской среде. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Новости недели. Новости недели.